В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Ликбез для мэров. Одним из главных политических событий минувших дней, безусловно, можно считать встречу президента с главами крупнейших российских городов. Понятно, что мэр Самара Дмитрий Азаров в их числе. Это был трехдневный обучающий семинар, который Кремль устроил для городоначальников, так сказать, экспресс-курсы повышения квалификации. Площадкой для них стал подмосковный отель «Империал». Ну а главной интригой состоится ли анонсированная лекция Владимира Путина. Впрочем, разрешилась она в первый же день. Президент приезжает и преподает урок собравшимся, рассказывая им, как надо благоустраивать города, помогать бизнесу и слышать людей. Собственно говоря, на этих трех китах и строится речь Путина, хотя без лирических отступлений не обходится. Вопросы не предусматривались, но мне вот коллеги сказали, что тем не менее есть большое желание эти вопросы задать. Денег нет, сразу могу сказать. Если еще вопросы какие-то есть, давайте. Вопросы остаются незаданными. Лаконичная лекция президент укладывается в 20 минут, дает много пищи для размышлений. С одной стороны, Путин сочувствует нелегкой мерской доле. Сфера вашей ответственности очень серьезная. Напряжение большое, работа колоссальная. Это прямая ответственность. Знаю это по себе, когда еще в Петербурге работал. Нет ничего более важного, ничего более ответственного, ничего более сложного, чем прямой контакт с гражданами. С другой настоятельно советуют быть проще и ближе к народу. Я призываю вас вести себя активно, забыть на какое-то время, что вы такие большие начальники. Городоначальникам президент напоминает о том, что мегаполисы должны быть удобными для жизни и что в таком деле, как благоустройство, нет мелочей. Настроение людям портит и внезапно выпавший снег зимой. Все-таки неправильно, когда некоторые мэры говорят, ну что здесь снег убирать, он скоро растает. Ну, наверное, скоро растает. Но до этого еще сколько людей подскользнутся, упадут, разобьются или ногу сломают. Да и вообще это, знаете, всегда это, если город производит впечатление чего-то неприбранного, это всегда складывает определенное настроение у горожан. И они внутренне для себя сразу дают оценку деятельности руководства города. И отсутствие мест отдыха. Офисы, промзоны, объекты, конечно, необходимы, это рабочие места и налоги. Но для нормальной жизни этого явно недостаточно. Необходимо то, что эксперты в сфере урбанистики называют современным общественным пространством. Подчеркивает Путин. Говоря простым языком, это благоустроенные набережные и скверы, детские площадки, места для занятий спортом. Обязательно должны быть такие места, где молодые люди могли бы встречаться. Встречаться, спортом позаниматься, пообщаться. Причем это должны быть современные места и не выдвинутые куда-то совсем на периферию, не загнанные куда-то там в подполье. А наоборот, они должны быть открытыми, понятными и приятными. Горожане должны чувствовать, что качество жизни улучшается сейчас. Они должны видеть это на примере каких-то конкретных объектов, улиц, парков, других мест, где они бывают практически каждый день и видят, что там происходит. Людей впрямь не обманешь. Вот самарцы, например, голосуют ногами. С чем ассоциируется, в первую очередь, город на Волге? Правильно, с набережной. Ее не ремонтировали 50 лет. В 2011-м реконструкция началась, она идет по сей день. И теперь там, где когда-то коптили шашлычные и прочие забегаловки, ездят велосипедисты и роллеры и просто гуляют горожане. После того, как набережную объявили зоной свободной от алкоголя, публика здесь явно поменялась. Просто великолепно стало. Идешь, хорошая дорожка, не спотыкаешься. Вид прекрасный, на душе радостный, веселее всего. Памятник опять же там поставили с ухами. Ну, все великолепно. Газоны там очень красивые, цветами вообще. Красивые, ну вообще мне понравилось. Очень хорошо спуски к воде. Ну, конечно, детская площадка, потому что у меня ребенок, я на это больше обращаю внимание. Ну, так хорошо, конечно, красиво, свежо стало. Спуск очень удобный. Вот. Перила есть. С коляской удобно гулять. И еще один штрих. Широко известный в узких кругах блогер Илья Варламов, тот самый, что в последние недели изрядно наделал шумиху своими постами про хорошую, плохую и странную Самару, критикуя город, когда, на мой взгляд, справедливо, а когда и просто ради красного словца, не удержался и рассыпался таки в комплиментах набережной. Цитата. «Когда я вечером гулял, мне вообще казалось, что я иду вдоль берега моря, где-нибудь в Ницце или Канах, лавочки, урны, все очень достойно, кстати. Плитка уложена очень качественно. В Москве так не умеют». Конец цитаты. Нет, конечно, предела совершенства, особенно в таком деле, как благоустройство, но уже хорошо, что к порядку стремятся. Причем сами горожане. Помнится еще лет пять назад о том, что, к примеру, бульвар Челюскинцев или площадь Кирова превратятся в места, куда не стыдно будет гостей города позвать, можно было представить только в очень смелых фантазиях. Тогда даже снегопад превращался чуть ли не в катастрофу планетарного масштаба. Лично я никогда не забуду январь 2008-го, когда поездка на работу у меня заняла часа четыре, не меньше. Из них большую часть пришлось идти пешком, точнее, ползти через сугробы, потому что даже трамваи и те стояли. В начале этой недели ответственные за уборку снега в Самаре, как чувствовали, что президент об этом отдельно напомнит, отчитались. 300 единиц спецтехники уже во всеоружии. Впрочем, зима, которая не за горами, покажет, в каких городах президента внимательно слушали, а в каких не очень. В своей же лекции российским мэром Владимир Путин особенно подчеркнул, как важно создавать не только комфортные условия людям, но и всегда быть с ними на связи с помощью интернет-технологий. Задействуйте механизмы коллективного отбора на оптимальных решениях. Здесь уже наверняка будете со специалистами встречаться, они вам всякие словечки будут называть краудсорсинг и так далее. Но это действительно эффективная вещь. Вы знаете, когда, используя современные технологии, размещаете ту или иную задачу с предложением к людям найти решение, могут поступить совершенно неожиданные, тысячи вариантов, из которых можно выбрать оптимальные. И, конечно же, лично. Нормой вашей работы должно стать непосредственное общение с гражданами. Конечно, я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет в том, что быть мэром крупного населенного пункта, миллионника, тем более, невозможно с каждым конкретно встретиться и поговорить. Но в данном случае этого и не нужно. Существует много других форм общения с людьми. Не мне вам в этом говорить, вы сами об этом знаете. Надо только не забывать о том, что они существуют и использовать их. Я сегодня была в администрации, мне сказали, что какие собрать документы. Мне сказали, когда идти завтра и выпишаться вам вопрос. Но мне же нет, уже сегодня. История, которая имела все шансы на грустный финал. Место действия – Куйбышевский район. Аня Шитько, многодетная мама, оставшаяся после пожара, без крыши над головой. Скорой помощи от района у чиновников она так и не дождалась. Пришла на встречу с мэром. Бюрократический гордий фузел разрубить оказалось весьма просто. Ключи от новой квартиры для матери четырех детей чиновники нашли в тот же вечер, после ценных указаний. Коллеги, я бы что вас попросил. Дети маленькие, мы тут можем допозднать. Вы сейчас выйдите и займитесь уже с Анной Андреевной поподробнее. Вот у вас начальник управления, тем более, здесь, да? Подробности личных бед и проблемы всего дома, как правило, коммунальные. Можно смело выкладывать на таких встречах. Проходят они в каждом районе города, а в некоторых и не по одному разу. Эта традиция родилась еще в 2011-м. Глава Самары Дмитрий Розаров предложил такой формат встреч, помимо традиционных приемов граждан и объездов по городу. И формат оказался востребованным и живучим. Несколько часов общения в режиме нон-стоп позволяет поговорить о самом наболевшем. У такого способа ручного управления находятся, конечно, и критики. Ни одна встреча не проходит без провокации, чаще всего со стороны партии Воли. Но для мэра откровенный диалог с самарцами – дело принципа. Мы поставили упрек, что люди обращаются ко мне лично. Я принимаю этот упрек. Но давайте вспомним с вами времена совсем недавнего прошлого, когда во главе города стояли люди, которые считали себя великими управленцами и не считали необходимым встречаться с людьми и слушать их мнения, и отвечать им на прямые вопросы, что было в нашем городе. Так вот, я буду продолжать встречи с горожанами вот в таком формате, и личных приемов, чего тоже не было, для того, чтобы если кто-то недорабатывает, у каждого человека была уверенность, что он дойдет на меня, задаст мне вопрос, и он получит помощь и поддержку. Вот для этого я с людьми продолжу. Нравится этим самым выявлением. Не менее важен общественный контроль, равный как и инициативы, которые идут от самих жителей. Это я возвращаюсь к теме президентского напуствия мэра. Путин призвал городоначальников делать людей своими единомышленниками. У Самары в этом смысле свой опыт. Городская программа «Двор, в котором мы живем» как раз родилась не в чиновенщих кабинетах, а стала воплощением идеи городских активистов своими руками творить красоту, не дожидаясь милости от коммунальщиков. Как итог, за последние два года власти и горожане вместе преобразили до неузнаваемости почти полторы сотни дворов. Причем последнее слово всегда оставалось за жителями. Мы составили план территории, очень такой красочный план, с нашими пожеланиями, где должна размещаться детская площадка, где парковочные места, а чтобы учесть интересы всех жителей в доме. Если уж делать территорию, то нужно ее комплексно благоустраивать, не только детскую площадку построить, а чтобы уж и расширение дороги было, и парковочные места были. Проверка на дорогах – еще одно самарское ноу-хау. Впервые протестировать качество ремонта улиц могут все неравнодушные горожане. При этом подсчет всех ямок и трещинок не ради праздного интереса. Подрядчики после таких неформальных рейдов обязаны сделать работу над ошибками. Автор петиции, посвященной самарским дорогам, признается, он уже привык общаться с властями напрямую, минуя кабинеты. Я сам лично пользовался твиттером, то есть писал какие-то вопросы не только главе города, но и там разным инстанциям, разные инстанции, и проблема действительно решалась. То есть ускоряется процесс намного. Мы непосредственно заметили, что именно за последний год дороги сделались в большем объеме, чем когда бы то ни было. То есть действительно, когда власть открыта, проблема как-то решается, и какие-то взаимодействия находят и общественники, и власть. Соответственно, решение проблемы какое-то появляется. Позитивный опыт на местах необходимо транслировать на всю страну, а человеческий капитал – это главная ценность. Еще одни тезисы, которые мэры записали за президентом. Что же касается ценностей материальных, то денег, понятно, много не бывает. И не надо ждать тех времен, когда хватит на все. Путин посоветовал городоначальникам помогать бизнесу, устранять административные барьеры и более рачительно тратить казенные рубли. Часто жалуются, что денег на все не хватает. Ну, это действительно так. Ну, это везде так. Денег на все действительно никогда не хватает. И никогда не хватит на все. Много проблем. Но вопрос ведь не только в наличии средств, но и в рациональном их использовании. Как достичь компромиссы между широкими полномочиями и зачастую скромными финансовыми возможностями эту животрепещущую тему для всех глав местного самоуправления президент предложил обсудить отдельно в ноябре на съезде муниципальных образований. Начинку попрощался, пообещав, что такую учебу не только для мэров, но и для губернаторов и федеральных чиновников Кремль будет проводить ежегодно. Но насколько прилежно, высокопоставленные ученики будут учить уроки, выполнять домашние задания и работу над ошибками, практика быстро покажет. Ведь жизнь, как известно, лучший экзаменатор. У меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся.